Денис, приветствую тебя! Привет-привет! Видное видео, технический фундаментальный разбор полетов, того, что происходит на финансовых рынках. Друзья, ищем для вас возможности, рекомендуем за вами уже использовать их или нет. Денис, ну что, наверное, критиковать рынки мы не будем, потому что многие активы ходят довольно неплохо, мы какое-то время скучали по хорошей волатильности. Если сейчас точно, что есть на рынках, так это она. Сегодня, с твоего позволения, давай сделаем акцент на американскую валюту, потому что доллар, похоже, у нас снова, даже не снова, а просто продолжает задавать динамику, тренды, формировать настроение на площадках. Мы видим, опять же, сегодня по тому, что происходит с индексом, его снижение провоцирует довольно неплохой интерес к рисковым. конкурентам, евро и фунт у нас снова растут. Кстати говоря, на следующей неделе можно будет поговорить, сказать пару слов и о евро, и о фунте. Ну и также сегодня можно обратить внимание на золото, раз затронем тему американской валюты, и посмотреть на рынок нефти. Постфактум выхода вчера данных по запасам, которые выступили как раз с локальным катализатором. Давай тогда начнем традиционно с меня, какая демонстрация экрана. Момент. Так, друзья, прежде всего хочется обратить ваше внимание на то, что происходит с американской валютой. Действительно, даже если посмотрим дневки, второй день идет серьезное снижение. На дневках может показаться, что это снижение не такое уж серьезное, но это индекс американской валюты, поэтому даже на каком-то суперфундаменте этот инструмент обычно уж сильно мощно не ходит. То есть если мы видим там полпроцента и процент, это, конечно же, уже очень круто. Снижение индекса американской валюты, на мой взгляд, сейчас опирается на статистику. Вчера у нас были данные по инфляции, которые ожидаемо, прогнозируемо показали то, что индекс потребительских цен повысился. Если мне не изменяет память, опять же, рост мы наблюдаем уже не первый месяц. Вот по базовому значению инфляции, которая не учитывала цены на продовольственные товары и энергоносители, вовсе был рекорд с 91-го года. Тема инфляции, она важна сейчас, потому что мы начинаем как раз получать доказательства того, что все те меры экономического стимулирования, которым прибегали власти, резервы, они, конечно же, незаметными для влияния на денежную массу, на денежную систему не прошли. И последствия уже становятся все более и более очевидными. По-моему, Денис, мы с тобой уже затрагивали тему таких долгоиграющих инфляционных ожиданий. Если нет, я отмечу, что если прогнозы аналитиков о том, что ФРС в рамках этого года, остаточной части 2021 года, будет расти и увеличиться вдвое, если, опять же, власти не только регулятор, а тот же самый Конгресс через налогово-фискальный стимул еще согласует, помимо ожидаемой сейчас программы фонда помощи на 1-2 триллиона, еще, скажем, фонд помощи на 2-3 триллиона, тогда точно можно будет говорить, что правы были эксперты Сити, еще два месяца назад говорившие нам о том, что индекс американской валюты при текущих ожиданиях роста инфляции является переоцененным инструментом процентов на 10-15. Я сейчас разделяю эту точку зрения, потому что вижу, что действительно без вот этих дополнительных вливаний инъекций, ликвидности и помощи рынка уже никак не справятся. Поэтому долгое время мы с тобой транслируем идею, возможно, у тебя взгляд изменился с позиции техники, но с точки зрения фундамента я все-таки рекомендую ждать тестирования поддержки на уровне 92 пункта по индексу американской валюты для тех, друзья, кто не открывал раньше короткие позиции. Поезд еще не ушел, я думаю, что можно приобщиться к этому ралли даже примерно с текущих значений. В качестве рекомендации рекомендации можно поставить отложку селл-стоп с уровня 93.10. Сейчас мы видим, что индекс котируется на отметке 93.16. Стоп-лосс здесь тоже заигрываться не нужно. 93.50 более-менее консервативный, и вот ожидание снижения в районе 92 пунктов. По золоту тоже интересная ситуация. Явное доказательство того, что очень много спекулятивного капитала в этом инструменте, агрессивные распродажи, такой же агрессивный выкуп. Вот 10% фактически за два дня мы сделали вниз, и 5% примерно, 5% рынок золота отыграл вчера. Сейчас котировки 1928. Сейчас бы я не стал привязываться к какому-то конкретному ценовому значению, я просто вот обозначу тенденцию, что абсолютно уверен, что золото будет восстанавливаться, потому что золото раньше росло на определенных фундаментальных предпосылках от роста спроса на защитный актив, опять же, риски инфляции, конфликт США и Китая, и, конечно же, доходности американских облигаций, которые, если прямо сейчас посмотреть, мы сможем убедиться в том, что они снова продолжают снижаться. В принципе, это понятно, даже если анализировать динамику индекса американской валюты. То есть, друзья, здесь просто одна рекомендация – покупайте. у многих голова болела о том, с какого уровня лучше купить золото, тогда, когда оно было выше уже 2000 долларов за тройскую консу, и все боялись и переживали, что упустили тренды в динамику. Считайте, что рынок вам подарил возможность перезайти в него, и в этот раз, надеюсь, вы эту возможность не упустите. А что касается рынка нефти, ты знаешь, у меня вот был краткосрочный шорт по бренду, сегодня я его закрыл с небольшим буквальным плюсиком, и локально, краткосрочно также пересмотрел свои ожидания. После того, как вчера вышли данные по запасам, у нас снижение запасов, что, в принципе, отражает повышенный объем потребления. Главное, что объем добычи в Штатах снизился, я прям не ожидал, что он может просесть настолько. 300 тысяч баррелей в сутки – это, конечно же, много. Только по этой причине, я думаю, что бренд попробует еще как бы поддобить локальные максимумы, это, возможно, 46 долларов за баррель и повыше. Поэтому в качестве сделки по нефти рекомендацию могу дать байлимит с уровня 45 долларов. Тоже ожидание роста примерно в район 46-46.50. Ну и чтобы сделка как бы по всем канонам риск-реворда была 45, то есть входим, 46,5 фиксируемся, 3 к 1 в качестве стоп-лосса на довольно консервативный уровень 44.50. Денис, слово передаю тебе. Так, слово взял. Показы рабочего стола сделаны. Итак, на самом деле, стация такая действительно не совсем однозначная по индексу баксов. Дело в том, что если в целом смотреть на цикл самого движения вниз, то действительно может показаться, что, в принципе, цена вошла в пазу накоплений и частенько после подобной пазы отстреливают дальше вниз. То есть, соответственно, у нас внизу там есть еще уровень, по-моему, с дневного графика я его брал в районе 91. Ну да, вот он. Это получается локальный минимум еще с сентября 2017 года. Поэтому его, в принципе, протестировать могут, но не факт, что прямо сейчас. В то же самое время, дело в том, что основываясь вот на самоподобие рынка и на том, как, в принципе, выглядят обычно коррекционные фазы, то здесь у нас такой небольшой, скажем, шортовый сигнал был, но я больше склоняюсь к варианту, что попытаются опять сходить вверх. То есть доделать шорт вниз, больше склоняюсь к варианту, что без обновления минимума, а потом сделать уже чуть более глубокую коррекцию. Вот после этой более глубокой коррекции уже действительно на 91 запросто могут спуститься. Поэтому если брать чисто вот стратегически, с точки зрения именно стратегической направленности, то я с тобой в плане шорта абсолютно согласен. Единственное, что может у нас еще вот такой быть выброс, потому что подобную картину, на самом деле, весьма часто наблюдал уже на разных инструментах после длительной пазы накопления. Поэтому абсолютно не удивлюсь, если и здесь пытается такой же финт повторить и потом уже красиво обвалить вниз. Но стратегически, скажем, если брать разрез, например, времени до конца года, то я склоняюсь к примеру, что к концу года все-таки, да, действительно, индекс бакса исключительно только вниз. Касательно золота. Пробили, к сожалению, ту зону, на которую я рассчитывал в качестве покупок и искать от нее реакцию, но ее прошибли буквально одной вот четырехчасовой свечой. Сделали достаточно мощное точечное вливание, причем которое сейчас выполняет роль сопротивления. Сейчас вот цена как раз к этому диапазону подошла. Зачастую подобный диапазон, он выполняет роль хорошего сопротивления, в данном случае, от него ожидая коррекцию вниз. Но вот здесь вот самый-самый большой вопрос. То есть или же коррекция вниз будет с обновлением минимума в прошлые дни или же без него. Вот этот, к сожалению, момент сейчас абсолютно никак невозможно прогнозировать, только лишь вижу то, что формируется сейчас коррекция. И вот эта область, она достаточно мощная. Сейчас ее покажу визуально. То есть она выглядит вот в таком виде. Вот сам диапазон. Видно, как цена этот диапазон тестировала и тестирует сейчас. И плюс ко всему одним из критериев, можно сказать, входа в лонговые позиции является полноценным закреплением хотя бы четырехчасового графика выше уровня 1950. То есть это уже, в принципе, неплохо открывает возможности для лонгов. Потому что с текущих могут запросто обвалиться еще раз вниз. Но я бы повышенное внимание вот примерно в районе 1890. Вот по моему мнению, это достаточно хороший уровень. 1890-1895. Вот сами золото, пока его временно не торгуют, потому что при такой болотинности здесь риски просто огромные. Поэтому кто хочет, конечно, попробовать поиграться с рисками, то можете это сделать. Но в идеале лучше дождаться все-таки коррекцию вниз, потому что с очень большой вероятностью она может состояться. Касательно нефти, здесь у меня, в принципе, ожидания с начала недели абсолютно никак не менялись. Я ожидаю на продолжение движения вверх по нефтемарке BTI приблизительно в район 43.80-44. Там находится цель. Это не зона отскока. Ни в коем случае не путать. Это именно конкретно цель восходящего движения. Потому что все, что формировалось у нас вниз, это все были такие коррекционные потуги. И по большому счету не более чем откат, не более чем коррекцию они формировали. Поэтому при подобном раскладе я лично считаю, что движение вверх у нас продолжится этим. Или, как я уже сказал, касательно данных по запасам нефти. Хотя в последнее время, насколько я вижу, их просто рисуют, подгоняют под рынок. Складывается такое впечатление. Но тем не менее, все равно даже те же нарисованные цифры все равно указывают на силу именно восходящего движения. Поэтому как нефть, так и золото с коррекцией я больше предполагаю именно на рост. С индексом здесь нужно быть осторожным, потому что вопрос, насколько глубоко будет сейчас текущий цикл снижения. Могут примерно 90, я так на вскидку смотрел, 92.80-90, примерно этот диапазон. Или же просто пойдут тестировать нижнюю границу сложным пробоем, а потом уже более глубокую коррекцию. Заранее такие вещи прогнозировать нельзя, потому что сигнала как такого сейчас абсолютно нет. По объемам здесь пустота на данный момент, и поэтому просто остается ждать нечто подобного сценария. Я лично буду смотреть именно по кульминационным объемам, которые выйдут хотя бы на часовом графике, и по ним уже смотреть какие-нибудь разворотные сегменты. В общем, схематично это выглядит вот в таком виде. Денис, спасибо тебе, как и всегда, за твою точку зрения. Остается только следить, тоже традиционно, за тем, как рынок себя поведет, какие цели сделает, что покажет. Времени до следующего эфира много, поэтому уверен, что нам традиционно, как и всегда, будет о чем поговорить. Точно. Снова затронем тему и американской валюты, и золото. С моей стороны, также на путьстве тебе классно закрыть эту неделю и хорошо провести выходные. Пока. Спасибо, коллега. Отличных тебе тоже выходных и прибыльного закрытия недели. Спасибо. Всем пока-пока.